Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев. Когда кто-то хорошо делает свою работу, как правило, это заметно уже за версту. Будь то качественно собранный гаджет, интересная технология или удобное приложение. И сегодня у нас как раз такой случай. Сервис, о котором мы сегодня поговорим, приятно удивил меня удобством и полезными фишками. Особенно, как человек далекого от сферы финансов. Ведь сервис этот банковский и связан с выпуском пластиковой дебетовой карточки, которую можно заказать на свое имя. Впервые я услышал про RocketBank примерно прошлым летом, когда один из моих знакомых хвастался, как удобно он управляется собственными деньгами с помощью приложения на смартфоне. Но тогда я не придал этому большого значения, поскольку банковские карточки в моей жизни уже есть, а приложение на смартфоне наверняка выглядит как обычный банк-клиент. Однако недавно в интернете я снова наткнулся на RocketBank и, почитав внимательно, решил произвести эксперимент на себе. Как минимум потому, что это ничего не стоит, поскольку карточка выпускается и доставляется абсолютно бесплатно. Плюс к этому такой сервис дает достаточно много полезных опций для путешествующих за границей, а поскольку буквально на днях мне предстоит поездка в Барселону на мобильный конгресс, я решил, что завести такую карточку будет совсем не лишним. Главная особенность RocketBank — его абсолютная виртуальность. Здесь нет городских офисов и отделений, контакта с живыми сотрудниками, звонков, операторам и необходимости помнить секретные слова для авторизации. Только пластиковая карта, которым можно рассчитываться по всему миру, мобильное приложение для смартфона и интернет-сайт. Для регистрации в системе нужно быть совершеннолетним жителем России и, зайдя на сайт банка, заполнить необходимые поля, указав адрес, паспорт и контактные данные. Поскольку физический выпуск карточки производится в Москве, столичные жители получают ее уже через 2-3 дня, а ко мне в Питер она добралась примерно дней за 6. Причем из банка мне позвонили и спросили, в какое время и где мне удобно ее получить. Итак, в назначенный день и час у меня на пороге появился черный конверт с пластиковой карточкой и извещение об открытии счета в коммерческом банке Intercommerz, который выступает под брендом RocketBank. Это, кстати, очень важный момент, поскольку к финансам я всегда относился достаточно осторожно, а про финансовые учреждения RocketBank ничего не слышал. Тогда как коммерческий банк Intercommerz существует на рынке уже много лет и является участником государственной системы страхования вкладов. После подписания документов и установки приложения на смартфон, ваша карточка начинает работать сразу и предлагает зачислить на нее какую-либо сумму, что можно сделать сразу несколькими способами. Самый традиционный по банковским реквизитам вашего счета, помнить который нет никакой необходимости, потому что они всегда видны в самом приложении. Также удобно и быстро можно пополнить баланс с помощью другой дебетовой карточки любого банка. Для этого нужно заполнить цифры с двух сторон карты и указать сумму. Зачисление происходит практически мгновенно и при пополнении на сумму от 5000 рублей без комиссии. Всю сумму вы сразу же видите в самом приложении, а если вы пополняли на сумму менее 5000 рублей, комиссия составит полтора процента. Еще один способ пополнения счета наличными через банкоматы Intercommerz банка или банков-партнеров. В приложении есть специальная вкладка с картой, показывающая ближайшую точку. Не знаю, как в других местах, но в Питере их оказалось достаточно для того, чтобы в местах моего обитания один из терминалов находился где-то поблизости. Также как и при зачислении с другой карты, зачисление через терминал производится без ограничений по сумме и количеству обращений. Еще парочка способов пополнения самые интересные и самые мобильные. Например, в приложении можно видеть список своих друзей из записной книжки. Если уже кто-то пользуется RocketBank, можно написать им запрос на перевод с комментарием. Если с той стороны подтвердят, деньги мгновенно будут зачислены на счет. Причем то же самое можно сделать и в обратном направлении. Самый же прогрессивный и прикольный способ получения денег с помощью специально генерируемой веб-ссылки, которую вообще можно отправить кому угодно. Выглядит это примерно следующим образом. Это позволяет перевести деньги с помощью любой карточки, заполнив поля и указав сумму перевода. Очень удобно и необычно. По крайней мере ничего подобного в других банках я не встречал. Ну окей, деньги мы зачислили. Что с ними делать дальше? Ну во-первых, такой карточкой можно рассчитываться в обычных магазинах по всему миру, получая так называемый кэшбэк в размере 1% от потраченных средств, которые возвращаются обратно на карту Rocket рублями. Эти виртуальные Rocket рубли равны настоящим деревянным, но воспользоваться ими вы сможете только при достижении суммы 3000 единиц, после чего на эти деньги можно что-либо купить картой в реальном мире. Также интересно, что кэшбэк по желанию пользователя может быть увеличен на определенные группы товаров, например продуктовые магазины, развлечения или автозаправки и достигать 5 или даже 10%. И все это настраивается в приложении. А еще на сумму хранимых средств начисляется процент, так называемый доход на остаток. И сочетание двух этих опций в рамках одного продукта достаточно редкое явление не только в России, но и в мире. Обычно на карточках есть либо кэшбэк, либо доход на остаток. Здесь же все это работает вместе. Если сумма хранимая на карте больше 30 тысяч рублей, на нее начисляется 15% годовых с ежедневной выплатой процентов. Теперь о том, как можно вывести деньги с карты, ну помимо обычных расчетов в офлайн либо онлайн магазине. И здесь кроется одно из ключевых преимуществ сервиса. Дело в том, что снять наличные по этой карте можно бесплатно в абсолютно на любом банкомате любого банка, не только в России, но и в мире. Количество таких бесплатных снятий, правда, имеет ограничение. Не более пяти в месяц. Но по себе знаю, насколько дорога бывает ложка к обеду, когда мечешься по торговому центру в поисках своего банка, не имея кэша в кармане. Именно благодаря возможности таких маневров я и решил попробовать RocketBank, поскольку часто бываю за границей. И не понаслышке знаю, что если снимать в банкомате карточкой другой страны, то комиссия может достигать 10, а то и 15 долларов или евро. Здесь же мы упираемся лишь в курс национальной валюты без каких-либо скрытых комиссий. Еще одна классная фишка заключается в удобном и быстром чате с сотрудником банка прямо из приложения. Если тебе что-то непонятно или появился вопрос, его всегда можно задать с экрана смартфона, что опять-таки удобно, когда ты находишься за границей. Кроме этого, буквально одним кликом из приложения можно перевести деньги друзьям, тем, кто пользуется таким сервисом, на любую другую карту или стандартным банковским переводом, физическому либо юридическому лицу, просто заполнив нужные реквизиты. Правда, за проведение такой операции банк возьмет полтора процента от суммы перевода. Хотя, с учетом того, что ежемесячное обслуживание карты, банковского счета и уведомлений у каждой произведенной операции делается абсолютно бесплатно, это терпимо. Также очень важно то, что баланс карты никогда не может уйти в минус. Если карточкой вы не пользуетесь, банку вы ничего не должны. В приложении есть раздел аналитика, который показывает все доходы и расходы за месяц. Здесь же в статистике можно включить еще одну карточку Рокетбанка по согласию второй стороны. Это может быть карточка ребенка или жены, и тогда можно учитывать общесемейные траты. В ленте отображается вся история движения денежных средств, расходов и доходов. Если вы покупали что-либо в магазине, можно посмотреть расположение этого магазина на карте, время и дату транзакции. Удобно и информативно. Ну и, наконец, стоит отметить, что карточка выпускается не простая, а Visa Platinum, которая дает множество привилегий и скидок как в России, так и по всему миру. О специальных приложениях в сетях компаний-партнеров можно узнать как на сайте Visa, так и в самом приложении в разделе скидки. А выгода от покупки может заключаться не только в самой скидке, но и начислении процентов кэшбэк. Довершает впечатление от использования сервиса дружественное оформление самой программы. И фон, и аватарку можно загрузить со смартфона или импортировать с Facebook. Помимо Android есть приложение для Windows Phone, а владельцы iOS могут использовать сканер отпечатка, и владельцы пятых и шестых айфонов вместо ввода пароля могут прикладывать палец к сканеру. В общем, удобно, красиво и функционально. Видно, что разработчики стараются и делают это с душой. Что касается самого сервиса, то я решил, что подобная карта лично мне точно не помешает. Она вряд ли заменит вам зарплатную карту другого банка или кредитную. Скорее, это как удобное и недорогое дополнение, значительно упрощающее финансовые расчеты при грамотном использовании и позволяющее контролировать финансы с помощью собственного смартфона. До свидания.